Мы сегодня подписали очень важный договор по господин посол, будучи уполномоченным американским правительством, я уполномоченный правительством Украины. Речь о финансовой помощи по линии реформ. Это о финансовой помощи для реформ. Более 26 миллионов долларов США. По некоторым направлениям, по реформированию МВД, по поддержке пограничной службы, по антикоррупционной деятельности. Для нас важны деньги. Еще более важным для нас является вопрос поддержки. Потому что когда нас поддержала правительство Соединенных Штатов, в таком деликатном вопросе, каким являются реформы, и в такой чувствительной сфере, как реформа МВД, я беру эту поддержку и знаю, что с этой поддержкой мы получим деньги из других демократических проектов. И я и шучу и говорю абсолютную правду, потому что мы недавно проводили встречу с коллегами из всех крупнейших посольств, которые у нас здесь есть, и имели поддержку. И здесь экспертиза американских специалистов и экспертов, с которыми работают с нами, и гигантскую работу проводят здесь, и заместитель министра Эка Сгуладзе, и Тиграна Лакян, и представительство американского посольства. Это гигантская работа дает плоды, над которыми рассуждают и делают выводы настоящие эксперты. Если реформа настоящая, они помогают, дают деньги, консультируют. Если нет, просто слушают, а не вежливые. Я прежде всего скажу еще коротко, потом буду просить господина посла, скажу о том направлении, на котором мы сейчас концентрированы. В узком окне возможностей для реформы мы сформулировали короткий промежуток времени до лета. В широком уровне возможностей для реформы мы концентрировали на период между веками. Все необходимые законодательные акты, законы, постановления и нормативные документы должны быть приняты в этот промежуток времени. Все правы и законодательные документы должны быть приняты в предыдущем году. Закон о Национальной Полиции, закон оборудованных внутренних дел. Закон о Национальной Полиции, закон о Национальной Полиции, закон о Министерном Системе. Закон о изменении ситуации по дорожному движению в связи с изменениями функций ГАИ, а точнее ликвидации ГАИ как такового. Система сервисов и преобразования легендарных в кавычках МРЭО, которые мы скоро представим публике, это все должно быть сделано сейчас. Но помимо проектирования, которое должно пройти и быстро завершиться, мы должны сейчас делать реальные шаги. Один из первых практических шагов, с которым мы плотно работаем с правительством США Это новая патрульная полиция Проект стартовал 20 января в практической плоскости И сейчас у нас мы накануне новой стадии Когда из 33 тысяч человек мы выбрали полторы тысячи самых лучших И в понедельник стартует интенсивный курс обучения И вот в этом сложном процессе, о котором можно сказать за две минуты, но сделать его очень сложно Мы имели поддержку при всех четырех степенях отбора и экспертизы, тестов для людей Мы имели помощь при подготовке методических программ Мы имели помощь от экспертов и специалистов, которые приехали сюда и обучали наших инструкторов И будут обучать дальше уже непосредственно курсантов Это и техническая и методическая и с этого момента еще и материальная помощь, что очень важно При этой поддержке мы сумеем продемонстрировать обществу первые результаты реформы Летом Киев увидит новую патрульную полицию Одесса, Харьков, Днепропетровск, Львов — это те города, где мы сможем до конца года реализовать этот проект Дорогие одесситы, готовьтесь, в апреле мы начинаем проект в Одессе Летом мы стартуем в Харькове, Днепропетровске, Львов — это обязательная программа Если будет все идти нормально, и общество будет видеть, что результаты есть, и мы будем понимать, что действуем эффективно Украинское правительство добавит денег в этом направлении, мы сможем реформу двигаться еще быстрее Если все будет хорошо, и общество будет видеть практические результаты, Украинское правительство инвестирует больше ресурсов в этом процессе, и реформа будет еще дальше